О том, что пришлось пережить людям во время Второй мировой войны, не стоит и говорить. Все и так это помнят. И наша сегодняшняя история не о тяготах и испытаниях, а об одном необыкновенном солдате по имени Войтек, который вместе с сослуживцами шел по тропам войны до самого ее окончания. Войтек – боец 2-го польского корпуса, принятый в подразделение снабжения войск артиллерии. Казалось бы, что в этом необыкновенного? Пожалуй, только то, что этот солдат был медведем. Однажды в 1942 году в Иране нашли сирийского бурого медведя, едва ли не сразу после того, как он появился на свет. Наткнулся на него обычный подросток, у которого позднее животное забрали польские военные, приехавшие в Иран из СССР. За медвежонка они отдали мальчику банки с консервами, конфеты, небольшой нож и несколько монет. Маленький хищник, названный польским именем Войтек, был так беспомощен, что даже не мог сам пережевывать еду, и солдаты поили его молоком из собственноручно изготовленной соски. Спустя некоторое время медведь стал символом 22-й роты артиллерийских войск и даже пополнил ее ряды. Когда 2-й корпус был переправлен на Ближний Восток, затем в Северную Африку, а позднее в Италию, Войтек также преодолел этот путь вместе с сослуживцами. Медведь рос и предавался обычным людским радостям. Военные угощали его фруктами, зефиром и другими сладостями. Если зверь вел себя послушно, то получал пиво. Ходили слухи, что однополчане даже научили его курить. Но зверь научился не только этому. Он умел отдавать честь, а также бороться с солдатами, не нанося им вреда. Иногда Войтек бился сразу с несколькими людьми одновременно. И даже в таких шуточных сражениях медведь всегда побеждал. Для Войтека обычно сооружали отдельные будки, но из-за сильной нелюбви к одиночеству он практически каждую ночь спал в палатке у кого-то из однополчан. Во время битвы под Монте-Кассино Войтек не только помогал польским бойцам в разгрузке боеприпасов, но и даже подавал им снаряды прямо во время сражения. Зверь проявлял невероятную отвагу, отказываясь покидать боевой пост даже под обстрелом. Однажды Войтек сумел нейтрализовать опаснейшего немецкого разведчика. Говорят, чтобы скрыться от яростного нападения бесстрашного солдата, врагу пришлось незамедлительно взбираться на дерево. Бойцы 22-й роты, испытывая к сослуживцу чувство огромного уважения, пришли к выводу, что теперь у них должна быть другая эмблема – медведь, который несет огромный снаряд. К слову, этот символ актуален и на сегодняшний день. В 1945 году вооруженные силы Польши из-за невозможности возвратиться в родную страну направились в Великобританию, где были расформированы. С ними приехал и Войтек. Животные приютил зверинец в Эдинбурге. Сотрудники учреждения объявили, что отдадут зверя польским властям лишь после того, как получат разрешение от его прежних хозяев. Солдаты, выступающие против социализма в Польше, не раздумывая, отказались. Войтек оставался в зоопарке до конца своей жизни. И все это время он пользовался огромной популярностью у местных жителей. Умер Войтек в 1963 году, когда ему было 22 года. К слову, рост медведя на тот момент превышал 175 сантиметров, а вес достигал 250 килограммов. В честь самого необыкновенного бойца времен Второй мировой войны установили множество мемориальных досок в Эдинбурге, Оттаве, Лондоне и других городах. Зимой 2008 года о Войтеке выпустили книгу, а в декабре 2011-го показали фильм с названием, отражающим всю суть этой удивительной истории. Медведь, который пошел на войну. Друзья, если вам понравилась эта невероятная история, ставьте лайк, пишите свои комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!